Приветствую вас на первом циничном канале из Никулинского леса. Причем не просто из Никулинского леса, а вот из этой легендарной беседки. Именно в этой беседке, но не в этой самой беседке, а в той, которая стояла на этом месте. Это уже отреставрированная. Так вот, в той беседке состоялась первая встреча подписчиков первого циничного канала. Тогда еще подписка была порядка 15 тысяч. Тогда даже, ну скажем так, сформировался, начал формироваться основной костяк комрадов, бронебойнейших комрадов мужского движения. Пришел сейчас, думал ту беседку найти, но я уезжал, она уже разваливалась. Прихожу, здесь новая беседка, новый стол, все отреставрировали. Ну, в принципе, да, та уже сгнила деревянная, но это то самое место. Ну вот, друзья, нашел я все-таки это место, а поговорим мы сегодня вот о чем, о таинственной женской энергии. Я думаю, что тема уже понятная, особо не стоит объяснять, что это такое. Ну, зачастую некоторые женщины говорят, что вот есть некая энергия, которую они там транслируют мужчинам, и мужчина за счет этого, там, не знаю, начинает в делах преуспевать, в финансах и так далее. Дальше в определенный момент, ну, я, по крайней мере, с таким сталкивался, когда у женщины не получается устроить личную жизнь, ей начинает казаться, что, ну, во всем виноваты мужчины. Да, мы сейчас не про всех женщин, конечно, говорим, вот, но такие есть, что мужчины виноваты. И в какой-то момент уже появляется такое мужененавистничество, когда женщина начинает высказывать, что вот я на неких таких высокочастотных вибрациях существую, высокочастотную какую-то энергию из космоса сразу напрямую ловлю, а мужчин рядом он как бы все это опошляет, он своими низкочастотными вибрациями мешает моим высокочастотным. Я это утрирую, но это в разных проявляется эзотерических учениях, просто во взглядах на жизнь. Я даже такое в русской православной церкви видел, когда женщина начинает ходить в храм не с целью приобщиться к святыне, а с целью просто доказать себе и окружающим, что она вот необычная, а муж, что у нее лапоть, как говорится, валенок. Она этого валенка иногда даже приводит туда, ну, так, показать, знаете, как медведя на цепи, что, показать, что он ничего не знает, так, ну-ка вот, возьми там свечку, ну-ка вот туда ее поставь, креститься надо так, стоять так. Надо дать должное, как правило, это и есть валенки, потому что если бы это не был валенок, он бы такую женщину не выбрал в жены, вот, но тем не менее, короче говоря, высокочастотные вибрации, некое такое, ну, приобщение к очень благородным энергиям, к некоторым. А мужчина, да, это что-то такое низкое, неотесанное, сбивает, сбивает вот этого настроя. А теперь давайте подумаем, друзья, почему такая, ну, такая, как бы, пропаганда есть. Знаете, когда мужчина пытается действительно к чему-то духовному приобщиться, то на высших уровнях, как бы, духовного развития это монашество, отшельничество, аскеза, воздержание, сколь-нибудь духовное делание, это обязательно целебат. Смотрите, странно, да, то есть, если в мире высокие энергии подаются через женщин, то как-то странно, человек стремится, наоборот, к духовному развитию и полностью отказывается от общения с противоположным полом. Потому что, действительно, ну, испокон веков все духовное делание, оно предполагало, как бы, воздержание, уход вообще от соблазнов, от женщин и так далее. Как-то странно. Можно ли обвинить монахов, отшельников в том, что они пытаются как-то этот мир познавать слишком огрубленно, слишком вульгарно? Да нет уж, как говорится, кто ищет духовности, так вот это они. И, да, действительно, взаимосвязь с уходом от общения с женщинами. Друзья, а не потому ли это происходит, что все, что говорится пропагандой вот этой матриархальной, что женщина транслирует высокие энергии, с точностью да наоборот? Как, например, я приводил примеры со всякими фемскими понятиями, там, газлайтинг, виктимблейминг. Я говорил, что, по сути, себя срисовывают, обвиняют жертву насилия в том, что она жертва насилия, вас женщины обидели. Первый пункт ТП Бинго. И, соответственно, говорят, что вот мужчинам свойственна такая штука, виктимблейминг. Обвинять жертву насилия в том, что она стала жертвой насилия. Не знаю, обвинять там женщину, которая подверглась изнасилованию, собственно, сама виновата. А что это как не ТП Бинго? Вас женщины обидели. Ну, не то же ли самое здесь? Вот эти высокие энергии, они свойственны мужчинам как раз. А женщины их понижают. И я даже как бы... Я не говорю, что это плохо. Это так. Плохо, неплохо. Мужчина сам должен, ну, понимать, на что идет. Какой выбор делает в жизни. Я когда с будущей женой познакомился, я плавно в то же время закончил писать диссертацию. В смысле, забросил писать диссертацию, а не закончил. То есть, действительно, у меня как-то, например, отношения, которые, как мне показалось, как и было, ну, как тогда вот я ощущал, просто били ключом, но они как-то не сочетались с научной работой. Я понимал, что это некие противоположности. И если ты хочешь хотя бы научными изысканиями заниматься, то, в общем-то, отношения как бы не особо в этот момент. Почему, например, многие аспиранты обижаются там на свое руководство, которые говорят, что, блин, не женись, не выходи замуж, пока это самое. Но чаще не женись все-таки, пока не закончил научную работу. Многие как, вот, блин, почему личную жизнь обязательно перечеркивать. Но ведь это всего лишь речь о науке, всего лишь. А если мы говорим именно о духовном развитии, монашество, целебат и так далее. И я видел афонских монахов, которые, ну, просто, я думаю, что для них ужас был, не дай бог не допустить соблазна. Я рассказывал, что они уже, обжегшись на молоке, дули на воду. Что кошку нельзя погладить, потому что похоть может передастся. Вот, и, казалось бы, смешно, но для человека это очень значимый момент. Короче говоря, еще один момент. Если действительно женщины транслируют там какую-то офигенную энергию, ну, наверное, эта энергия все-таки была бы энергией Творца. Уж если мы говорим о приобщении к чему-то высокому. А энергия Творца, она так или иначе будет мотивировать на творчество. Так вот, просто возьмите в любой области, за исключением, может быть, там песен, литературы, вот, в более-менее технических областях, и посмотрите, кому принадлежат тельные открытия. Посмотрите лауреатов Нобелевской премии. Сколько средних женщин. Особенно по каким областям. То есть, если там и вытягивается до 30%, то это литература. А точные науки, посмотрите, соотношение. Просто позабивайте, что там есть по всем областям, где выдается Нобелевская премия. И посмотрите соотношение мужчин и женщин. Вот. Это тоже, как бы, очень показательно. И вот странно получается, что вот эти высокие энергии, как бы, ни разу не мотивируют к творчеству. А энергия, в общем-то, мы говорим, что это чуть ли не божественная Творца. А мужчины со своими низкими вибрациями создали все, что вы видите вокруг себя. Может быть, за каким-то малым исключением. Но как вы думаете, даже вот эту беседку, кто создал, кто начертил ее, кто ее создал. Я ничего не утверждаю. Как вы думаете? Может, женщины. Может, женщины начертили, пришли, молотками постучали, собрали. Как знать, как знать. Я не видел, кто ее собирал, поэтому ничего не утверждаю. Ну, так просто вот подумайте, как вам кажется. Поэтому вот, друзья, когда вы слышите вообще какую-либо пропаганду матриархальную, что там мужчина тем-то, тем-то хуже, там обвиняет жертву в том, что она жертва, сбивает, как говорится, с высоких вибраций, своими низкими вибрациями, вы попробуйте перевернуть это. И, может быть, картина будет более правдоподобной. Опять же, ничего не утверждаю, но чисто попробуйте. И, может быть, даже чего-то вы не замечаете, какого-то явления, там, разницы между мужчиной и женщиной. Но если вы послушаете женщину и попробуете перевернуть ее обвинение, например, в ваш адрес, то, может быть, пазлы сойдутся? Как знать? Опять же, ничего не утверждаю. Просто попробуйте. Очень интересный момент. Я сейчас уже просто все больше и больше вижу, что любое явление, в котором обвиняют мужчину, это калька, срисованная, собственно, обвинителями. В чем мужчину обвиняют, в том согрешают. Как правило, это так. Вот еще один момент увидел. Ну вот, такие соображения. А я сейчас пойду погуляю по Никулинскому лесу. Сейчас он мне особенно близок. Сейчас, наверное, даже встречу сумерки и ночи. Ну, не ночь, но до темна тут погуляю. Пошел. Продолжение следует... Продолжение следует...